Дамы и господа, добрый день. Вновь приветствую вас в нашем ближайшем срочном рынке. Меня зовут Архип Андрей. Обсуждаем стратегию на деривативах. Вопрос, пожалуйста, давайте чат право в нижний угол вашего экрана, ну а запись смотрите на нашем канале на YouTube.com.br.kf. Адрес опять же на ваших экранах. Вчера, сегодня у нас достаточно интересные события проходят. Вот, ну не могу не сказать парочку слов про Роснефть, в том плане, что по большому счету один из первых кандидатов нашего в ближайшее время, поскольку на падающем рынке растущая Роснефть выглядит более чем странно. Вот если мы с вами обойтимся непосредственно к статистике и поговорим про изменение объема открытых позиций, и тут в явном виде накопления 155-х колов на этом страйке, что, собственно, говорит об ограничениях, которые рынок докладывает на движение рынка до экспирации. В принципе, до завершения обращения опционов у нас осталось 3 недели. Временно у нас потусиливается, и 155-й страйк, который у нас нарастился на падающем рынке, это не ближний страйк, дельта у него невысокая. А там, соответственно, 155-й больше выйдет как вариант для продажи. Ну и, соответственно, этот объем создает определенное ограничение со стороны участников, которые, вполне возможно, не ждут роста рынка выше, чем 155 тысяч пунктов. По фичерсам на индекс РТС, в общем-то, частичное повторение того, что мы видели с вами в прошлом месяце, когда, если вы помните, 155-й страйк тоже достаточно сильно выделялся. Ну, 150-й страйки тут уже немножко подросли, но значительно меньше. В принципе, то, что объемы открытых позиций на 150-м страйке чуть выросли, это неплохой сигнал на падающем рынке. Можно было бы и подсократить эти позиции, если бы разумевалось, что рынок дальше продолжит падение и, соответственно, перейти уже на тяжество 145-й страйки. Ну, пока здесь у нас вообще без изменений, как обычно, на падающем рынке у нас прирост по 140-му страйку, 140-й туты. Ну, и это вполне нормальное явление, чуть ниже текущего страйка, скажем так, на деньгах. На деньгах у нас, напомню, 145-й. Примерно от него у нас сейчас и идет прятка. Сейчас рынок на этих уровнях. Так, ну, если касаться непосредственно движения фьючерса на индекс РТС, то мы с вами видим, что граница хоть и была пробита нижняя, но фьючерс обратно повернулся и волатильность тоже очень резко отскочила. Поэтому, на мой взгляд, говорит о некотором ограниченном желании продавать. Здесь, да, в общем-то, нижнюю браницу пробили. Ну, давайте так, РТС. Но значение индекса волатильности у нас после резкого просто опять вернулось на те же уровни. То есть практически повторял динамику, которая демонстрировала фьючерс на индекс РТС. В принципе, если бы отскок был временный, я не думаю, чтобы так вот опционы раз и обратно вернулись по волатильности за ниже тех максимумов, которые были нарисованы вчера. Поэтому для неопадения рынка это неплохой сигнал. То, что рыночная волатильность у нас так комплектно, ну, так увеличилась с отскоком. Выросла с отскоком. Так, давайте на дневку посмотрим. Вот, в общем, верхние границы подошли, но ниже нее не ушли. И это, как я уже говорил, с моей точки зрения, неплохой сигнал. Ну, поэтому в данной ситуации, если мы с вами будем рассматривать тот же контур, про который мы так говорили, ну, про который я говорил в начале недели, точнее уже скорее на прошлой неделе, здесь у нас ситуация. Нормальная цена находится внутри диапазона. Да, к сожалению, мне указано, нет учета плавающей прибыли и убытка от динамического хеджирования позиции. Но, как вы понимаете, по центру, где у нас это, то есть временной распад, сильнее всего удержание такой формации, железного кондора, в общем, приносит нам прибыль, когда цена у нас находится в бутылке и никуда не уходит. При падении ниже текущих уровней можно открывать короткие позиции по фьючерсу для хеджирования по дельте. Да, дельта у нас сейчас примерно 0.67, ну, где-то это на 10 кондоров. Это, ну да, при продаже одного фьючерса получается дельта положительная, чуть больше нуля, но это всяко лучше, чем по текущим значениям. Поэтому от чуть нижних уровней можно выравнивать по дельте. Вот, в общем-то, так, 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 в общем, я сказал, что хотел. Из основной информации у меня, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в чат. Я еще буду на них какое-то время отвечать. Кстати, по поводу новых торговых идей, да, давайте парочку слов скажу. По новым торговым идей у меня, пожалуй, единственная мысль сейчас – это на покупку колов со следующим страйком, то есть текущий страйк у нас центральный, 145-й, ну, 150-й колы с экспирацией ближайшей. Я думаю, что можно разориться в расчете на скорый отскок. Так, сейчас давайте посмотрим временный распад. Временный распад за неделю где-то процентов 40. Деньги, цена выйдет при обратном возвращении цены базового актива в середину боковика. Ну, скорее, даже чуть к ясной границе. В принципе, если дальше цена базового актива будет падать, то рост волатильности будет играть скорее за нас, тогда как движение цены базового актива, то есть падение фьючерса будет негативно сказываться на нашей позиции, и это частично будет нивелировать выток. Да, для тех, кто хочет побольше, ну, скажем так, при рыночном падении застраховать себя через рост рвеги, то есть через рост волатильности, то можно, могу порекомендовать, колы не ноябрьские, а колы декабрьские, где его, во-первых, больше, ну, во-вторых, естественно, естественно, время удержания позиций до 150-го страйка тут увеличивается и дает больше возможностей. Вот. Поэтому при покупке декабрьских колов на падающем рынке у них есть все шансы остаться в ноле хотя бы на ближайшие тысячи девять пунктов. По фьючерсу на индекс РТ за счет, как я уже говорил, роста волатильности. Вот тут уже отрицательный результат скажется, если цена у нас начнет подходящее движение, и волатильность ожидаемая будет падать. Но тут это будет на нашей стороне, и, как обычно, на росте, может быть, не таком резком, как на падении, будет реализовываться наш выигрыш, наша прибыль. Но я думаю, что по ходу пьесы я еще расскажу, что можно сделать с купленными 150-ми колами, там можно как-то потроировать, как-то заседжировать или даже просто ликвидировать. Эту позицию будем отслеживать на наших следующих встречах и мероприятиях. Так, ну сейчас у меня, в общем-то, точно все. Если есть вопросы, задавайте в чат. С остальными я прощаюсь. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами. Удачных торгов! Рад был вас всех сегодня видеть. До свидания, до пятницы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!